МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около ста миллионов рублей вложено в реконструкцию школы номер два города Барыш. Денежные расчеты производятся регулярно, однако подрядчик продолжать работы отказывается. Сегодня строительная компания требует предоплаты за окончание работ. У нас задача какая? Что 1 сентября дети пошли в школу? Я же к тому и говорю, что у нас осталось два месяца. Снаружи-то это все красиво. Снутри, вы знаете, Александр Александрович, тоже красиво. Остались маленькие недоделки. Фактически, если строитель стоит, они говорят о том, что, в принципе, работа на один месяц. Мауи? Ну и подрядчик. Подрядчик у нас. Два дня назад он заявил, что он приостанавливает. Ввиду сложности работ губернаторы правительства уже увеличивали бюджет реконструкции школы. Последний срок, который был обозначен при очередном вливании средств в стройку – 1 июня. Однако, по словам общественников, руководитель строительной организации намеренно затягивал сроки. С января на объекте всегда работало 20 человек. Ну, где-то 22, где-то 12. Мы каждую неделю его просили, чтобы увеличил количество работников на школе, потому что мы прекрасно знаем, что таким количеством работникам такую школу не поднять и к 1 сентября не пустить. Найти нового подрядчика нетрудно. Трудно в условиях ограниченного времени составить новую смету по оставшимся работам, провести торги. Однако платить за уже оплаченное никто не намерен, как и давать плату за несделанные еще работы. Когда делают за кем-то, дело неблагодарное. Вы начальнику передайте, что если в понедельник на работу не выйдет, тогда будем на самом деле разрываться. У нас пока время есть. Но разрываться не только со всеми вытекающими последствиями по поводу этого объекта, но и со всеми вытекающими последствиями в перспективу. Ну, потому что я не знаю, зачем работать тогда с людьми, которые заходят, берут объем и сами же не могут с этим справиться. Попасть в черный список означает забыть о крупных объектах и больших оборотных средствах. Совершенно иная ситуация ожидала нас на стройплощадке детского сада, где был заменен подрядчик. Теперь все этапы работ проходят точно оговоренные сроки. Свою работу детский сад начнет 8 марта. Благодаря совместным усилиям, прежде всего, администрации муниципального образования, министерства, правительства, законодательного собрания, потому что этот объект на контроле абсолютно у всех людей, отвечающих за реализацию программ по дошкольному образованию и национального проекта. Поэтому сейчас очень активно пошли работы. В настоящее время детский сад продолжает строиться по федеральной программе, который идет в рамках национального проекта «Демография». Детский сад «Ладошки» рассчитан на 280 мест. Работать в нем будут 75 человек персонала. Кстати, 100 мест созданы для детей возрастом менее трех лет. У нас будут дети от года. Это первый детский сад, который принимает таких малышек. Мы очень ждем окончания строительства. Набирается штат в количестве 75 человек. Более 40 человек – это педагогические работники, остальные – обслуживающие технический персонал. С 2008 года в Ульяновской области открыто 15 новых детских садов. Более 50 зданий возвращено в действующую сеть дошкольного образования. В каждом из них открыты группы для детей до трех лет. Начав эту работу раньше других регионов России, Ульяновская область добилась того, что наш регион включен в федеральную программу, по которой запланировано строительство двух детских садов в Ульяновске и детского сада в селе Сосновка Корсунского района. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Улправды ТВ.